Доброе утро! Мой третий день в Македонии. Я сейчас на железнодорожной станции, это также автобусная станция. Я приехала сюда, хочу оставить свои вещи и пойти погулять в город. Меня отправили во второе окошко. Что здесь будет, я не знаю. Когда узнаю, расскажу. Ну вот, я иду около вокзала. Я сдала свои вещи. Одна сумка стоит 50 динаров. Это все в окошке 2, вы платите. Заходите рядом в комнатку и сдаете тетеньке свой чемодан. А сейчас я иду на автобус, хочу поехать обратно в центр города. Такое движение. А я пойду где-то найду свою остановку. Там он указатель на главную улицу Македонии. Опять наслаждаюсь жарой. Очень тепло. Я уже забыла, как это. Только в отпуске вспоминаю. За мной центральная станция. А я иду вон на ту остановку. Здесь есть велосипедные дорожки. И очень-очень шумно. Сейчас буду выяснять, на каком автобусе я могу доехать до города. Но я думаю, на любом. Еду в автобусе. Это номер 22. Мне сказали, он меня довезет до сити-центра. Не знаю, насколько это правда, что только один едет до центра города. Но тем не менее. Проезды я пошелся в 25 динар. Немножко меньше, чем было ехать до марки. И еду. На автобусе можно было не ехать. От самой станции уже видно, куда вам идти. Если увидите табличку Holiday Inn, знайте, это центр города. И идти вам от центрального вокзала в том направлении. Но у меня был экспириенс катания на автобусе по Скопье. Вот я пришла еще к одному муниципальному зданию, которое тоже облита краской. Дядька на коне. Я мимо него проезжала на такси. Движение в центре Скопья. Дай боже. Хочу идти в тенечке. Хоть жару я и люблю, но все же. Скоро мне возвращаться нужно будет обратно на станцию. Приедет моя подружка с аэропорта. Сдаст свою сумку на хранение. И мы опять пойдем в город гулять. А потом нам нужно будет ехать в аэропорт. Откуда нас заберут и отвезут в Окрит. Вон уже видно арку. Вон конкурирующая фирма все снимает. Вы, наверное, забыли, но Скопья это город памятников. Вот, пожалуйста, еще немножко и еще чуть-чуть. Это, в принципе, даже фонтан, но он не работает. Вот там вот за этим зданием написано здание, на котором наверху написано, по-моему, VIP. И это торговый центр, в котором я была сто раз. Ну, не сто, но тем не менее. Вот там вот видна арочка. И здесь еще одно здание, которое залито краской. Я предполагаю, что это типа сити-хола что-то. Можно погулять в парке. А вот там вот тот недостроенный храм, который я вчера снимала вечером. Я там гуляла. Ну что же, пойду. О, здесь карта. Карта немножко сломана. По газонам прогуливаются вороны. Ну, а вот и эта арка. Вау! А около нее еще пару памятников. В общем, здесь памятники через каждые пять метров. Как раз зеленый. Переходим дорогу. И около арки тоже памятник. Нет, около арки два памятника. Павел Шатев. И еще какой-то дяденька. И вот торговый центр. Там памятник воину на коне. Ну, а я пойду в центр города. Погуляю там. В ожидании своей подруги. Я немножко недооценила торговый центр. Он огромен. Я сейчас на втором этаже. И здесь, в принципе, открывается такой неплохой вид на город. Можно, конечно, подняться еще на третий этаж. Будет, может быть, даже лучше. Но выглядит это все как-то так. В этом торговом центре даже есть отель. В музее матери Терезы. А рядом вот находится такой храм. Который или строят, или реставрируют. Не знаю. С такой огромной башней. Он в византийском стиле. Как я вчера говорила, вход в дом музея матери Терезы. Он бесплатный. А вот можно ли войти в этот храм, я не знаю. Я его, конечно, сейчас обойду. Попробую попасть туда внутрь. Здесь очень маленькая. Здесь можно ходить пешком везде. И везде успевать. Вот отсюда виднеется то муниципальное здание, которое разрисовано. А, рядом филармония. Я так понимаю, войти в него нельзя. Оно еще только строится. Ну что же, пойдем в дом музея матери Терезы. Посмотрим, что там. Здание в каком-то таком современном футуристическом стиле. Вчера вечером здесь горела свечка. Подсвечивала колокольчик. Вот такая лампа или такое украшение здесь. А вот сюда вход в галерею. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Девушка мне выдала вот такую книжечку или брошюрку. И сказала, что на втором этаже есть эта часовня. Снимать, фотографировать можно. И я сейчас вот в часовне. Живые цветы. Есть лифт на коляске сюда можно подняться. Мать Тереза, например, с королевой Элизабет II, Эдвард Эд Кеннеди, а вот даже ясер Арафат и с четой Рейганом. С Далай-Ламой. С Далай-Ламой. Прикольная не лампа, а какое-то украшение. Абсолютно не знаю, что оно значит, но выглядит круто. Здесь вот можно купить сувениры. Македонское солнце, кому надо. Или статуэтку с матерью Терезой. Такой мемориал. А вот в эту Чепл можно подняться и отсюда. Статуя матери Терезы. Галочка поставлена, я здесь побывала. Здесь тоже есть вот такая вот табличка с ее высказыванием. Они везде. Площадь Македония. Мемориал матери Терезы. И вот недостроенная церковь. Кафе, рестораны, гостиницы. Здесь можно припарковать свой велосипед. Если кому надо, можно купить книжек. Здесь такая недостроенная башня. А здесь вот бык днем. Он такой немаленький. Ну, как я уже говорила, они любят все большое. Почему бы и бока не взять большим? Вот. 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 что здесь происходит. Вот вам, пожалуйста, статуя бронзовой девушки. Она просто очень красивая. У нее большая грудь. И она говорит по телефону. И она просто стоит в центре Скопья. Вот можно здесь покушать, купить чего-нибудь. языковые школы. Можно купить эскимо или салатики. И здесь, кстати, эскимо стоит или мороженое стоит дешевле, чем на центральной улице. Здесь шарик эскимо стоит 30 динаров. А в центре он стоит 100 динаров. Также здесь можно купить кофе. Мне обошелся 40 динар. Это, я считаю, очень-очень дешево. И кофе, в принципе, очень хороший, с горячим молоком. И крепкий кофе. Я люблю. У них там можно покушать. Цены очень демократические. И это, можно сказать, в 10 метрах от центральных улиц. Здесь, в принципе, тоже все дешево. Но, тем не менее, здесь еще дешевле. Здесь просто кипит обычная жизнь на улицах Скопья. Как я уже говорила, очень-очень много адвокатов у них. Здесь у них магазины. Курсы по изучению языковых очень-очень много. И очень много адвокатов.